Привет, с вами B16. Сегодня мы поговорим о том, как переводят Rust. Изначально в Rust был всего лишь один язык. Это английский язык. Со временем разработчики добавили возможность выбора, но при этом сами они в переводе не участвуют. Единственный язык Rust, которым занимаются разработчики, это английский язык. Все остальное это перевод сообщества. Есть такая площадка, называется она Кровдин. Там расположено множество проектов по переводу. Например, вы выпустили свое приложение для андроида. Вы знаете несколько языков, вы перевели приложение на эти языки. Как быть с остальными? Если в вашем приложении будет ограничено количество языков, это будет мешать его популяризации. Для решения этой проблемы есть данная площадка. Вы просто размещаете там свой проект, размещаете специальные файлы, которые требуют перевода. Соответственно, файлы локализации. Сообщество приступает к переводу и, собственно, делает перевод. Так же поступили и с Rust. Здесь множество языков. Огромное множество. Есть даже пиратский английский. Но нас интересует русский язык. Тот самый язык, из-за которого в последнюю неделю мне засылают огромное количество скриншотов и просто сообщений с тем, как разработчики нас затроллили. Или, а ты видел что там с баночкой для бобов? Да, я видел, ребят. Очень много раз видел. Я видел это еще сразу после обновления. Чеппер мне скинул скриншот. И я посмеялся. Это реально прикольно было. Но на самом деле это глупо. Глупо почему? Потому что разработчики не в состоянии проверять все языки. Они отвечают за английский. Все остальное на совести сообщества. К сожалению, наша комьюнити, как обычно, решила приколоться. Давайте посмотрим, как это работает. Нас интересует сейчас русский язык. Открываем. Вот они, наши файлы для локализации. Давайте посмотрим на вот этот. Так, вот варианты. Давайте посмотрим на другой файл, в котором, в принципе, содержатся все предметы. Предметы и все остальное. Итак, давайте что-нибудь такое откроем. Типа баночки для бобов. Я сейчас через поиск ее найду. Бин. Так, где у нас? Кэн оф бинс. Вот она, баночка для бобов. Баночка фасоли. Разработчики здесь совсем ни при чем. А вот ребята, которые прикололись, очень даже при чем. Они банально все это накрутили. Вот вариант. Банка фасоли. За него отдано 6 голосов. Вот такие же точно варианты. За них отдано 0 голосов. И вот вариант банка бобов. Его заминусовали. Таким образом, мы просто накручиваем голоса на нужный нам вариант, какой бы бредовый он ни был. И допустим, если нам надо, мы можем заминусовать другие варианты. Как это делается, я не знаю, но судя по всему, способы есть. Таким образом, те ребята, которые прикололись, просто накрутили варианты как можно сильнее. Эти варианты попали в финальную версию. Разработчики перед обновлением просто скачали файлы перевода, закинули их в обновление. А мы их уже получили после обновления в стиме. Ну и как бы посмеялись. На самом деле, ребята, это не смешно. Это очень глупо. Но эта шутка, она более мягкая по сравнению с прошлой, которая была некоторое время назад. Там были одни слова из трех букв. То был полный бред. Не стоит так шутить. Давайте делать перевод лучше, перевод качественнее. Я лишь играю на английском языке. Мне так привычнее и удобнее. Но огромное количество людей играет на русском языке. Потому что есть такая возможность. Почему нет? Поэтому давайте не будем им пакостить. Вы пакостите по сути самому себе. Не надо так делать. Голосуйте за правильные варианты. Если вы плохо знаете язык, лучше не принимать участие в переводе. То есть, если у вас есть знания, вперед. Знания нет, сделаю за вас. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И приходите на мои стримы. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!